Добрый вечер, в эфире Большая неделя, ровно две недели до выборов президента страны. Одного из главнейших политических событий, исход которого повлияет на жизнь каждого из нас. Здравствуйте. Кто претендует на главный государственный пост? В чем суть представленных предвыборных платформ? Будем разбирать вместе с нашими экспертами. У нас сегодня в студии Тулганай Умбиталиева, политолог. Добрый вечер. Уразгалей Сельтеев, также политолог. Кандидат политических наук, директор Центра актуальных исследований Андрей Чеботарев и политолог, известный общественный и государственный деятель Марат Башимов. Добрый вечер, господа. Ну и перед тем, как обсуждать политические программы, предлагаю несколько минут выделить знакомство с самими кандидатами и, собственно, их предложениями. Внимание на экран. Касымжом Артукаев, кандидат на пост президента от партии НОРОТАН. Предвыборная программа Тукаева «Благополучие для всех», «Преемственность», «Справедливость», «Прогресс» состоит из трех емких блоков. Акценты расставлены по самым ключевым вопросам. От единства общества, роста благосостояния населения, верховенства закона, здоровья нации до развития предпринимательства. Кандидат также ставит задачу реализовать пять институциональных реформ Ельбасы. Садыбек Тугель выдвинут в качестве кандидата на пост президента республиканским движением «Уладала Крандары». Предвыборная платформа состоит из девяти пунктов, в частности, развитие демографической ситуации, повышение статуса государственного языка, модернизации и развитие идеи Алла Шурды, решение проблем безработицы, внедрение Совета Биев. В программе Садыбека Тугеля также говорится «Полезная ископаемая собственность нашего народа». Амангель Детаспихов, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана. Построил карьеру от конструктора и начальника участка до президента промышленного предприятия. В разные годы занимал руководящие должности на государственной службе. Предвыборная программа Амангель Детаспихова называется «Время работать». Кандидат выступает за усиление ответственности недобросовестных работодателей, обеспечение трудовых прав работников, регулирование трудовой миграции и достойную оплату труда. Дания Яспаева – первая женщина-кандидат на главный государственный пост страны, выдвинута от Демократической партии Казахстана «Акжол». Общий стаж работы в банковской сфере – 34 года, из которых 17 лет на руководящей должности. Депутат Мажелиса парламента Казахстана. Программа Дании Яспаевой состоит из трех пунктов. Основа постоянного развития – конкуренция и массовое предпринимательство, национальная независимость, борьба с коррупцией и деофшеризация. Тулиутай Рахимбеков – кандидат от Народно-демократической патриотической партии АОЛ, уроженец Караганзинской области, инженер-механик, юрист, магистр строительства, академик и доктор экономических наук. Программа кандидата состоит из четырех пунктов – развитие агропромышленного комплекса, рост других направлений экономики и охватываются вопросы социальной политики, сохранение традиционных и духовных ценностей и развитие молодежной политики. Жамбыл Ахмедбеков – кандидат в президенты от Коммунистической народной партии Казахстана, участвовал в предвыборной гонке еще в 2011 году. Тогда Ахмедбеков набрал 1,74% голосов избирателей, намерен решить пять задач – это отказ от западного влияния и ложных ценностей, предание суду всех беглых олигархов, борьба с бедностью, экономическая интеграция с соседями и введение справедливого налогообложения. Амиржан Кусанов – кандидат от национал-патриотического движения Улт-Тахдара. В 1991 году начальник отдела печати и массовой информации в Государственном комитете по делам молодежи. Позже заместитель министра по делам молодежи, туризма и спорта в своей предвыборной программе обозначил следующие пункты – политические свободы. Национальная идентичность, независимость – не на словах, а на деле. Нет коррупции, цивилизованная и народная экономика. Богатые регионы – богатая страна. Ну а, собственно, услышали мы краткую информацию о сегодняшних кандидатах на главный государственный пост. Уважаемые эксперты, я напомню, что в стране сейчас идет предвыборная агитация. Это площадка для дискуссий и ни в коем случае не для агитации. Поэтому, уважаемые эксперты, попрошу соблюдать правила и выстроить конструктивный разговор. Итак, мы прослушали все семь платформ от всех семи кандидатов. Я думаю, что вы все их прекрасно знаете. Давайте уже непосредственно перейдем к обсуждению. Мне очень интересно ваше мнение, Толганай. Скажите, пожалуйста, не создается такое впечатление, что все они одинаковые по большому счету? Вы знаете, наоборот, у меня как раз создается впечатление, что мы впервые участвуем, видим предвыборные платформы, совершенно разные направления. Каждый кандидат концентрируется на какой-то конкретной сфере. И, кроме того, они разновесовые политические. Потому что есть некоторые кандидаты, у которых действительно охват очень широкий. Есть кандидаты, которые сконцентрировались только на конкретной проблеме. Поэтому, мне кажется, очень широкий спектр вопросов, которые они поднимают. И они все достаточно интересны для Казахстана. А что правильно, скажите, пожалуйста? Это вот широкий охват или же, может быть, конкретно на какие-то определенные действия и шаги? Вы знаете, силы того, что здесь принимают разные кандидаты, есть от политических партий. Тогда, конечно, когда от политических партий, то лучше, конечно, когда конкретно сконцентрируются на одной проблеме. Потому что есть программа партии. Она огромная и всем мы знакомы. А предвыборная программа означает, что будет делать конкретно партия за эти пять лет. Это более интереснее. Потому что есть программа. А когда кандидат от, скажем, организаций, мы их политическую платформу вообще не знаем. И, конечно, было бы интереснее, если бы они представили бы очень широкий спектр, чтобы мы вообще понимали, что это за организация и о чем конкретно будет говорить кандидат. Андрей Чеботарев у нас сегодня в студии, политолог. Скажите, а у вас вот нет такого впечатления о том, что эти платформы некой такой узкой направленности? Определенные партии, которые позиционируют себя в определенной области, говорят только об этом. То есть в предстоящие пять лет, скажем, кандидат, приходящий на этот пост, будет заниматься этими вопросами? Ну, по большому счету, только один из кандидатов по понятным причинам охватил почти все сферы, которые волнуют так или иначе наше общество. Остальные кто для трудового народа, кто для пенсионеров, условно говоря, кто для жителей сельских населенных пунктов, кто для национальной интеллигенции и так далее. Понятно, что эти кандидаты с политтехнологической точки зрения работают на тот сегмент электората, который их поддержит потенциально. Но как люди, претендующие на высший пост, они должны четко работать со всеми. Но хотя, пожалуй, во всех семи платформах есть, ну, звучит социальное благополучие, например, да, экономическое развитие. Единственное, что их роднит, это вот все хором, может быть, там кроме одного, нечетко прописанного, или двух, борьба с коррупцией. Вот все, что их объединяет. То есть бить современного общества. Все хотят бороться с коррупцией. И вот в этом отношении, да, все хотят бороться с коррупцией, все хотят бороться с безработицей, и там еще очень много. Лично на ваш взгляд, не кажется, что очень достаточно присутствует и популистских таких вот мнений, да, и высказываний в платформах? Ну, по-хорошему, конечно, надо было четко прописывать эти вещи с конкретными мерами, что делать, как делать. Но понятно, что здесь все-таки сейчас многие люди, особенно молодежь, они не воспринимают большие тексты, поэтому, конечно, надо четко, лаконично. Тут нельзя назвать популизм, здесь все-таки избирательные технологии действуют. Ну, Розгалей, вот вопрос к вам, Розгалей Сельтеев, политолог. Ну, вот конкретику вы увидели или не увидели вообще ничего? Нет, я согласен частично с Андреем Евгеньевичем. Действительно, конкретики в программах мало, и надо сказать, что программы, откровенно говоря, слабо проработаны. То есть вообще роль предвыборных программ в избирательной кампании, она не так высока. То есть самое главное, это именно процедура расшивки этих тезисов. Но тезисы проработаны крайне слабо, только у нескольких кандидатов, видимо, были и профессиональные, и человеческие, и административные ресурсы, чтобы это сделать. Но, понимаете, вот создается впечатление от этих всех семи программ, что ни у кого, ни у одного из кандидатов, и у их команд нет такого четкого видения, как продвигать вот те реформы, те тезисы, которые они предлагают. Вот это самое главное. То есть сегодня наблюдается в целом дефицит идей государственного развития. Спасибо большое. Толганай, вот в этом отношении хочется спросить. И то, что сейчас нам сказал о разголе, что нету, не хватает конкретики. Вот на ваш взгляд, мы все говорим, борьба с бедностью, борьба с коррупцией, вот все, что там указано, снижение налогового бремени. Не кажется ли вам, что это все высказывания, которые не имеют за собой каких-то серьезных аргументов? Я почему это говорю? Потому что страна уже, дай бог, существует и развивается на протяжении вот уже почти 30 лет. И оптимально, что у нас не ведется борьба с коррупцией? Ведется, ну, что сейчас у нас в руках? Вот по этому поводу. Вы знаете, я думаю, во-первых, конечно, было очень мало времени для подготовки серьезных предвыборных программ. Мы должны это учитывать. И, кроме того, надо учитывать, что какой штаб. Не у всех подготовленные политологи, у не всех есть финансовые возможности, чтобы пригласить очень хороших политологов, которым составят ту программу. Будем исходить из того, что они смогли сделать. Конкретика, я думаю, что есть у Таспихова по отношению к труду. Я думаю, что это очень серьезная проблема для Казахстана. Это не только проблема для Казахстана, это, я думаю, для всего мира. Потому что с тех пор, как экономическая деятельность повернулась в сторону от производства товаров, перешла в сторону управления денег, соответственно, деньги стали важнее, чем сам труд. И труд рабочих, труд тех людей, которые создают что-то, какие-то товары, продукции, очень резко упал. Да, уровень очень низкий. И я думаю, что тот вопрос, который поднимает, например, Таспихов, пусть он узкий, но это проблема труда, и это очень важная тема. Или же проблема аула. Я тоже думаю, что это очень серьезная проблема для Казахстана. Причем здесь более проработанность. Я вижу в том, что господин Тулитаев, да, он сам ученый, и он... Рахимбеков. Да, Рахимбеков, я прошу, Тулитаев Рахимбеков. Прошу прощения. Он, во-первых, сам ученый и занимается этой проблемой, и то, как он преподносит эту тему, мне тоже кажется очень интересной. Поэтому я бы не стала сейчас, конечно, уходить, говорить о том, что узкая специализация – это плохо. Это, на самом деле, достаточно хорошая тема для обсуждения. И если говорить про популизм, да, действительно, во многих программах есть популизм, но я хочу немножко посмотреть с другой стороны, почему этот популизм вдруг появился, и почему люди на это откликаются. За популизмом всегда есть определенная проблема, и мы должны увидеть эту проблему. Потому что популизм не просто так появляется, всегда есть серьезные причины. В данном случае, возможно, определенное недовольство людей конкретными задачами, конкретными своими проблемами, они не могут это озвучить, и им очень легко попадаются на такие популистические идеи, которые более-менее задевают их чувства. Популизм в этом. Поэтому, вот, например, я немножко отвлекусь на Германию, потому что... А если вот перед Германией, а если вот популисты на самом деле вот пройдут, да? Да, вот это опасно. Вот это опасно? Да, это достаточно опасно. Будет конкретизация. Потому что нету никаких аргументов, нету никаких оснований за этим популизмом. Я думаю, что наше общество, мы должны сейчас больше задуматься о том, почему популизм становится популярным и среди наших кандидатов, да? Что становится причиной роста популизма? Я думаю, что это... То есть вот эти вот... Мы должны, не должны, скажем так, критиковать, что их много популизма, а должны найти причину, чтобы это дальше не развивалось. Мне кажется, это более серьезная проблема. Ирак Касимович, а что вы думаете вообще, вот сегодняшняя платформа? Вот Толганай говорит о популистских настроениях. Что вообще казахстанское общество ждет на сегодняшний день от тех же кандидатов? Ведь любые выборы, это как раз и возможность, и шанс понять, прочувствовать общество. То, что волнует. Я скажу, что вот, прочитав платформы некоторых кандидатов, мы подумали, что мы находимся в каком-то профсоюзном собрании. Решает вопрос только профсоюзом. А это кандидаты, президенты страны, должен быть охвачены все вопросы, все слои общества должны быть охвачены в этом вопросе. Когда говорят о задолженности работателя 2 миллиарда, мне становится смешно от этого. Когда у нас, по экспертным данным, вывезено за пределы страны 160 миллиард долларов, о котором говорит Данья Испаева. И в то же время мне хочется спросить, это же Данья Испаева же депутат парламента? От кого зависит? Это же от нее зависит? Почему они эти вопросы не поднимают? Или во всем это виновата партия народа? У меня вопрос такой возникает, понимаете? К чему я это говорю? К тому, чтобы мы должны относиться к каждым словам кандидатов скрупулезно. А не является ли это обманом? Но это в первую очередь, наверное, кандидаты должны были скрупулезно уже писать свои платформы, для того, чтобы их потом представить нам, населению. Марат Савиатович. Можно я все-таки с Андреем соглашусь? Знаете, в чем дело? Вот у нас в Конституции четко написано, народ – источник власти, он избирает власть, в данном случае президента. И написано, что только президент определяет основные направления внутренней и внешней политики. То есть уже изначально предполагается, что человек должен быть достаточно подготовлен, потому что удержать страну во внешней политике, внутренней политике, предложить программы, реализовать их. Поэтому я с коллегами-экспертами согласен, потому что если смотреть по программам, то чувствуется, и Долганай абсолютно справедлива, двойственность вот этого. С одной стороны, наверняка столкнулись кандидаты с чем? Они хотели расписать группу личных прав, политических, социально-экономических, культурных прав, но они подумали, что если все это распишут, тот избиратель не сможет сакцентировать внимание на каком-то этом. Поэтому один предложил борьбу с коррупцией, второй – социально-экономическую, третий – трудовые права, права работников в сфере сельскохозяйства. Поэтому здесь логика определенная. Но есть тем более еще один аспект, который важен, это уже коллегам мы затронули – развитие социальных сетей. Видите, социальные сети, они способствуют вот такому популизму, да? Потому что там же иногда, понимаете, с одной стороны, хорошо, она быстро информация ходит, а с другой стороны, ты иногда воспринимаешь вот эту информацию-то… Насколько она достоверная. Насколько она достоверная. Кто-то вообще же хочет радикальным методом закрыть социальные сети от западного влияния? Вы как американист, тем более. Нет, нет, понимаете, я вот это поэтому говорю. Есть группа личных прав. Право на жизнь, право на личную свободу, право на это. У некоторых кандидатов, вот я не буду, здесь нельзя говорить о фамилии кандидатов, да, что вот акцентируют, допустим, полная программа «Всё охват». Потому что вы тоже сказали, с коррупцией мы тоже боремся, да, но другое дело, что какие задачи вперёд ставятся, как мы их должны бороться, потому что коррупция всем надоела уже до такой степени. И дальше, дальше надо, эта проблема такая мировая. Но акцент я хотел бы сделать ещё один на том, что вот это донести, пытались кандидаты через социальные сети, через выступления, да, вот каких-то через своих вот этот электорат, что-то им удавало, что-то нет. Но непроработанность, это в некоторых программах, это чеш-то у нас. А давайте как раз и послушаем, удалось ли донести до избирателей вообще информацию о кандидатах, о предвыборных платформах. Внимание на экран. Не видела по новостям, но особо не вникал в подробности. Слышал, читал. Конечно, всех не знаю, но Токаев, Касанов, Таспихов, всех не знаю. Их всего сколько, 9, по-моему, кандидатов, да? Не знаю даже, не в курсе. Нет, политика вообще не интересующая. А сколько кандидатов у нас хотя бы? Кто баллотируется? Ну, только троих знаю. Если честно, нет. Я не особо за этим служу. Не, не слышала, честно. А кто баллотируется у нас? Даже не в курсе. Знаю. 8 кандидатов. Я кроме Токаева никого не знаю. Кандидатов у нас в общем вроде 9 или 10 кандидатов. 12, да? Да, 12. Ну, больше двух точно. Семь, по-моему. Один какой-то каратист есть. Четыре кандидатов. Ну да, конечно, на каждом билборде у нас очень много листовок. Поэтому осведомлены. Будем делать выбор. Очень разные мнения прозвучали наших казахстанцев. Уразгале, на ваш взгляд, это не донесение кандидатами информации до электората? Неактивная их работа. Неактивность вообще? Как штабы работают? Да, в первую очередь это слабая информационная работа. Вот мы сейчас говорим о теме у нас предыборной программы, да? Но сами предыборные программы, они продвигаются по какой-то хаотичной схеме. То есть видно, что абсолютно нет у кандидатов, у большинства кандидатов, нет команды политтехнологов, нет команды медийщиков, пиарщиков, не создается именно личное брендирование политиков, не прокачивается, скажем, с позиции, скажем, личных и управленческих качеств. Это почему, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд? Это из-за того, что времени мало? Это потому что, давайте будем говорить откровенно, нет альтернативных политических сил как таковых. То есть любые выборы – это борьба за власть, это борьба за голоса электората, но этой борьбы в настоящее время по сути и фактически нет. То есть можно сказать, что несколько кандидатов пытаются донести именно свое видение развития страны по конкретным направлениям, но в целом, если говорить, скажем так, метафорически, да, выборы, вот именно президентские выборы для любого кандидата – это шанс делать уверенные такие широкие шаги по продвижению своей программы. Но сегодня большинство, можно сказать, ходит на цыпочках. Вот. Это, я считаю, основной фактор. Но лично вам все-таки что запомнилось? Может быть, зацепило внимание какая-то мысль, предложение? У меня спрашивать об этом тяжело. Почему? Потому что я не смогу ответить объективно, поскольку я знаю досконально все программы. Но вы влияете на общественное мнение. Ну да, но видите, здесь есть несколько аспектов. То есть можно делать какие-то, скажем, неординарные, одиозные шаги, которые люди запомнят, вот, как, скажем, например, каратист или все остальное. Но тогда, понимаете... Но тем не менее, как бы, все равно выдвигаются. Ну, надо понимать, вы знаете, если мы будем говорить объективно, выборы это всегда политическая постановка, какой бы она ни была. И те кандидаты, в которые в них участвуют, они выполняют конкретную роль. И есть конкретные цели. У одних есть конкретные политические амбиции, если они реально претендуют на эту, скажем, эту высокую должность. У других, скажем, накапливание политического капитала на будущее для участия, скажем, в следующей электоральной кампании или в парламентской кампании. Да. Третьи могут получить какие-то другие дивиденды в виде, скажем, какой-то должности в других государственных структурах. То есть, понимаете, мы, если будем говорить не только о наших выборах, то и в других странах практика такая. То есть, есть закулисия, политическая закулисия. И когда кандидаты могут между собой договариваться. То есть, к примеру, гипотетически, скажем так, побеждает один кандидат, занимает кресло главы государства. И в то же время он может предложить, скажем, другому, своему сопернику, который был в этой избирательной кампании, предложить какую-либо должность, либо в правительстве, либо, скажем, в региональной власти или еще что-то. То есть, это вполне нормально. То есть, политика так устроена. У меня вот вопрос. Некоторые выступают за усиление демократических принципов. На сегодняшний день у нас в обществе есть такая проблема? Я думаю, как проблема, так таковая. Ну, я думаю, что да. Потому что не все политические правила, или принятые у нас законы, они не всегда соответствуют, к сожалению, демократическим нормам. Даже тот предвыборное время проведения, всего лишь месяц для агитации, даст очень быстрое назначение этой даты, это уже не соответствует. То есть, обычно предвыборный период проходит год. То есть, когда кандидаты раскачиваются, когда думают, кто будет выдвигать. И, соответственно, еще год проходит, скажем так, сама предвыборная программа. А здесь, получается, они очень долго шли, сначала регистрировались, потом пока программы подготовили. А теперь, естественно, есть график, ЦИК, который для них назначил, да, как они должны регионы проехать. И все это время провести за месяц, и еще провести какие-то дебаты, дискуссии, создать такие истории, им очень сложно. Понятно, что это такие, скажем так, условия недостаточно равноправные для всех кандидатов. Для тех, которые известны уже в политике, да, это какой-то возможности им за два месяца может. Но когда человек только выдвигается в кандидаты, это очень, мне кажется, это очень сложно за два месяца раскрутить. Но, тем не менее, два месяца, и деньги-то выделяются им в равных количествах. Ну, судя по социальным сетям, я думаю, что не все кандидаты получают равное количество денег, я так понимаю. Вы знаете, Ирлан, сейчас вот эксперты говорят, что вот эти выборы, они, наоборот, всегда начинают уже этап подготовки парламентским выборам. Потому что общество меняется, да, партии вот так вот посмотрят, кто сколько баллов, говорю, голосов набрал, да, как их общество те или иные позиции поддерживает. Это уже картина, которая, скажем так, дает нам прагматический подход, да, к тому, что какие они социальные или какие-то платформы они будут поддерживать. С этой точки зрения, вот я также согласен, что все будет вот эти выборы определять на будущее, вот как раз мой коллега сказал по этому поводу. Я вот хотел бы у Андрея как раз таки спросить по этому поводу, да, если уж заговорили о партийных выборах, да. Некоторые партии и политобъединения уже не в первый раз выдвигают своих кандидатов. Скажите, пожалуйста, вы находите ли какие-то качественные изменения в платформах этих объединений? К сожалению, нет, потому что у нас как-то политические партии, они тоже законсервировались в определенном степени. И поэтому то, что некоторые из них выступают, с чем они выступали на прошлых выборах, это видно и по нынешним платформам их кандидатов. Потом еще какая есть вещь, вот у нас, к сожалению, вот все политическое сообщество не доросло до вот этой электоральной культуры, например, развитых зарубежных стран. Там, не успев победить на каких-то выборах, люди и партии уже готовятся к следующей электоральной кампании, неважно, когда она пройдет, через 4 года, 5 или 7 лет. И там уже все выстраивается. И мы видим, что уже есть и кандидаты в президенты, и депутаты парламента разных органов местного самоуправления. То есть люди работают с этим. Они уже заранее пишут программы. В отсутствии формирования электоральной культуры, о которой мы говорим. Нам просто нужно еще время? Нам нужен опыт? Или же может быть общество у нас не такое активное? Дело даже не в обществе, а дело в тех политиках, которые претендуют быть таковыми, оставаться в этой роли. Сколько уже у многих большой стаж политического участия. Они возглавляли партии целые, не одну партию, я знаю. Я вот поэтому у вас и спрашиваю. Проблема в персонах самих. И в персонах, и в их окружении. Все прекрасно знали, ну ладно, не знали, что будут досрочные выборы в 2019-м, текущем году. Но все знали, что они могут быть в 2020-м году, плюс парламентские местные на 2021 год. Все, работа на 5 лет обеспечена. Все-таки люди идут на кого? На персону? На платформу? Ну, судя по тому, что мы видели, уже даже и персоны не спасают. На платформу я тем более думаю нет, потому что у нас общество значительно части аполитично. Еще выбрали такой момент, когда дети выпускаются из школ, их надо сейчас ЕНТ сдавать, их надо смотреть куда-нибудь поступать. И поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые говорят, а мы не знаем этих кандидатов. Потому что, да, у них свои насущные бытовые проблемы, которые сейчас на носу. Скажите, пожалуйста, вот очень зацепило внимание в платформах, в одной из платформ, ну вот борьба, уменьшение количества бедных в стране. Вот каким образом можно достичь вообще этой цели? И вот эта формулировка, насколько она правильная? Я встречала эту формулировку не в одной платформе, в нескольких. То есть люди стараются акцентировать внимание именно на этом. Марат Саветович. Ну это чистой воды социальные права. Я же сказал, есть личные права, политические, социально-экономические, культурные. Но вот социальные права, вот это именно то. Чем больше денег поступает в бюджет, да, тем больше в любом государстве, это так, даже в Международный пакт о социально-экономических правах подписали большинство государств, но они его не могут исполнить по одной простой причине, что в бюджете у них хватает денег или нет. Понимаете, да? Это реальность. Ну вот поэтому, да, мы и спрашиваем, потому что борьба с бедностью, она всегда ведется. Она всегда ведется, велась и будет вестись. Да, тут говорить, что борьба с бедностью, борьба с коррупцией, вот, ну, вроде бы, казалось бы, очевидные вещи. И потом в некоторых платформах, если вы, сами, Марат Саветович, говорили о Конституции, есть прямо как бы, ну, хоть не предложениями, но конкретные вырезки, да, что свобода слова гарантирована, о том, что личность неприкосновенна, собственность неприкосновенна. Вот можно ли это, скажите, с правовой точки зрения? Нет, это все нормы Конституции. Они в Конституции у нас, да, в разделе первых, вторых. Они включаются в предвыборную платформу. Да, они включаются, просто кандидаты акцентируют внимание, что он будет и дальше развивать, потому что основы-то права есть у нас. Сказать, что у нас нет правовых основ, это будет просто. Но другое дело, как дальше развиваться, да, как дальше углублять вот эту, да, сферу развития конституционных прав граждан. Это вот кандидатам, это, между прочим, вы знаете еще что? Все-таки вот с одной стороны, я согласен с Толганом, опять же, кандидатам быть трудно, это нам легко рассуждать, да, вот так, организуем платформу по всему, Казахстан у нас. Но президентом быть, Марат Светович, еще труднее на самом-то деле, да? И вот здесь мне хотелось спросить, да, все-таки, дошли до той точки, конкретика какая-то есть в этих платформах? Вот на ваш взгляд, скажите, пожалуйста. Вот я тоже ознакомился со всеми семью, и мне хочется сейчас ваше мнение услышать. Конкретные какие-то предложения, ради которых стоит, да, что вот эта платформа меня устраивает? Вы знаете, платформа, она и предполагает, что там пишутся политические заявления. А как они будут решать? Это решается вот в этих дискуссиях, когда кандидат проповедует свою агитационную работу. Вот, и в этих агитационных работах мы, я более-менее вижу ясную картину господина Кусанова, да, как он собирается политическую свободу, которую он пишет, он будет реализовывать. Других кандидатов я, к сожалению, не могу сказать четко. Возможно, есть более-менее идеи у, скажем, у кандидата от партии АУ, то есть как он будет решать сельские проблемы. Но здесь я знаю, что более конкретная была программа партии АУ на парламентские выборы. Там она была более четкая. Здесь, я понимаю, они сделали некую ужимку и некий подход к самому кандидату. То есть они учитывали его личностные качества. И я думаю, что это очень хороший подход. Других же, конечно, вообще очень сложно увидеть более-таки шаги. Особенно борьба с коррупцией. Во многих программах это просто политическое решение, да, что они будут этим запросом заниматься. Или же это просто предложение такое, да. Ну, как они будут решать? Потому что ты крича во языцах. Борьба с коррупцией. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь борьбой с коррупцией. Ну, конкретных решений, да, мы, к сожалению, не слышим. Ну, раз вот вы затронули, например, платформу Миржану Кусанову, вот очень интересно, главным вектором политического развития Казахстана, главным вектором должен стать курс на Европейский Союз. Расшифруйте, Марат Саветович, что это? Вы знаете, Европейский Союз, это же ведь фактически квази-государство. Вот мы политологи, наверное, это 27 государств, которые в первую очередь ставят экономическую интеграцию. Развитие экономической интеграции. У них не получилось принять свою конституцию и создать фактически федеративное государство. Но Европейский Союз, он основан на тех же принципах верховестного права, между прочим. Прав человека, демократические институции, и у Казахстана есть договор между ними. Поэтому стратегия на развитие Европейского Союза, это, получается, в первую очередь стратегия на развитие экономических отношений внутри тех стран, которые... Мы так идем же на интеграцию и интеграцию Российского экономического Союза с Европейским Союзом. То есть ничего нового. Да, да, да. Верховестное право. Вот этот принцип очень важный. Все должно быть в рамках... Вот выполняйте законы, как Германия, и все будет нормально. Да, да. И как можно более широкое развитие демократических институтов партии. Вот на это ориентировано. А плюс еще те вещи, которые связаны с теми же международными европейскими... У них в Европе Европейская конвенция защиты прав человека, основных свобод, которые они также ставят в основу своего угла. Вот на это ориентировано с этим связано. Можно я здесь заполню? Вот это, кстати, тезис, который вы зачитали, это как раз свидетельство слабой проработанности программы. Вот это нелепая, абсолютно нелепая формулировка, которая путает... Вот даже сейчас видно, что идет путаница в понимании этого тезиса. То есть здесь имелось в виду курс... Политический курс, да, на Европейский Союз. Политический курс, да, в части как образец политического развития. То есть в части демократии и всего остального прочего. Но получается, у некоторых возникнет другая ассоциация. То есть именно с противопоставлением Евразийскому экономическому союзу, с противопоставлением именно в части экономического развития и партнерства, то есть выстраивание торгово-экономических отношений. Здесь я согласна полностью с вами. И вы очень хорошо это подметили. Действительно, это очень слабая точка в программе у Кусанова, потому что он чуть ниже после Европейского союза, да, он пишет о ориентации на Центрально-Азиатский союз, на Тюркский мир. И это две совершенно противоположные ценности, культурные ценности. А как же десоветизация и декоммунизация? Да, для меня это вообще терминология из науки, из академической среды. А у других, скажите, пожалуйста, кандидатов, диссонансов не возникало? Очень много, особенно. Давайте поделитесь, нам же интересно. Гела, может быть, такой борец за нравственность. Это очень хорошая тема, борьба за нравственность, за духовное развитие. Я с этим полностью согласна. То, как он ее реализует, свои агитации, для меня это такая современная форма инквизиции в Казахстане. Если честно, то здесь у меня тоже диссонанс такой. Да, это хорошая идея, да, он предлагает. В принципе, это и есть программа Рухани Жангаруа, о которой мы сейчас... Да, это действительно очень хорошая тема, что мы действительно должны подумать о нравственном воспитании. Просто как ее реализовывать? О каких-то ценностях, да, потому что мы очень много говорим о том, что у нас ценности перевернуты. То, что должно быть ценным, у нас сейчас валяется на полу, а то, что не должно быть ценным, у нас вдруг преподносится, да. И здесь эта тема очень хорошо ложится, как бы. Но метод его решения... Ну, это я... Отступление такое. Ну, все-таки столкновенно, я не соглашусь. А вот все запомнили вот это, понимаете, да? Занимайся спортом, веди вот такой активный образ жизни. Ну, вот как раз первый поход. Вот запомнился и все. А мне ночной клуб запомнился. Нет, пусть даже ночной клуб. Пошел в ночной клуб, сказал, ребята, хватит вам это. К примеру, говорю, ну, почему-то такие вещи как-то запоминаются и все. Но для определенной части избирателей, оно вот играет роль. А по поводу Касанова, вот сейчас извинюсь, наверное, вот я наверняка неправильно понял, потому что здесь понятие, видите, программа, да? Потому что имели в виду развитость, да, тех государств. Да, то есть курс. Курс. Курс на Европейский Союз, да. Ну, я скажу вам, среди граждан нет понимания в этом вопросе. Вот о чем как раз так его разголи и говорил. И вдруг повтор будет, как Украина. Да, многие сессии уже, да. Хотя я скажу, что вчера буквально дал разъяснение сам Касанов. Он имел в виду другие ценности демократические. Надо было так и написать ясно, что мы о демократических ценностях говорим. Если позволите, давайте, чтобы это было как-то сбалансировано, вот говоря вот о нелепостях в программах, да. Вот в программе, скажем, у кандидата от Нуратана, вот такая вот, тоже есть определенные моменты. Есть такие, скажем, несогласованные вещи. В целом там мы видим, что декларируется именно продолжение каких-то, скажем, мер по конкретным сферам развития. Ну и вот касательно вот именно по политическому развитию, по политической системе, там очень четкая такая формулировка трансформация политической системы. То есть слово трансформация – это глубинные преобразования. Внутри идет расшифровка. А расшифровка касается именно абсолютно таких косметических мер, которые никак не касаются такой кардинальных перемен именно в политическом развитии. Скажем, вот, к примеру, там идет речь о развитии многопартийности. Так. Но нет четкости, нет ясности, каким образом это будет происходить. То есть да, если говорить о том, что у нас сейчас, скажем, условно, согласно ЦИКУ, там, 7 политических партий – это многопартийная система. Но чтобы реально появилась конкурентная многопартийная система, необходимо реформировать именно выборное избирательное и партийное законодательство. То есть как минимум сегодня нужно снижать, скажем, порог в части сбора подписей при регистрации новых политических партий. Сегодня нужно снижать порог по, скажем, цензу по проходу в мажили из парламента. Вот это будет способствовать именно развитию многопартийности, политической конкуренции. А вот здесь, в этих программах, этой четкости нет абсолютно. Вы знаете, я еще что заметил, бюджеты, посмотрите, да, все-таки надо должен отдать. У Касанова самый маленький бюджет. Да. Очень маленький бюджет, я даже удивился. Он говорит о демократии, ну поддержит. Андрей, скажите, пожалуйста, если брать конкретно по платформам, то здесь что бы вы могли сказать? Какие-то есть конкретные, интересующие вас, как политолога, как лично? Ну вот, в платформе господина, или товарища, как правильно сказать, Ахмедбекова, у него есть один пункт, который касается, в принципе, то, что мы здесь обсуждали, вопрос борьбы с бедностью, это налогообложение людей, имеющих крупное имущество. То есть то, что в развитых странах называется налог на роскошь. В принципе, это действительно конкретная тема, которую можно поддерживать. А другое дело, что вся программа, она не выдержана в духе каких-то вот коммунистических ценностей традиционных, которые мы знаем из советского времени, которые даже, если не брать советское время, мы видим по вообще классическим зарубежным компартиям. А у других кандидатов такое ощущение, все кроме политики. Вот кто за село, кто за труд, кто за бизнес, но вот что хотят сделать в политике, непонятно. Вот, например, кандидат от партии Ахжол Дания Испаева, у него же вообще нет ни одного раздела и пункта о политической какой-то, политических реформах. Ну только вот это, опять же, повторение, то, что у Касанова десоветизация, декоммунизация, там борьба с коррупцией, может быть, все, собственно. Ну они еще предлагают, это фишка Ахжола, они давно продвигают усиление парламентского контроля над реализацией госпрограммы и прочего, и прочего. Но на самом деле это все есть, то есть это все есть, просто эти полномочия нужно реализовывать. То есть это как бы прописано, но, видимо, понимаете... Я еще раз повторюсь, что это дефицит абсолютно идей, мер и предложений. То есть чтобы составить и заполнить эту программу, и туда они записывают и борьбу с коррупцией, и борьбу с бедностью и прочее, прочее, прочее. А в чем все-таки проблема? Это знание, осведомленность вообще о проблемах? Нет, это просто, это уже, знаете, изначальное позиционирование недееспособности кандидата и его команды. Когда ты не можешь предложить конкретное видение, не можешь предложить концептуальное развитие государства и общества, то есть то, с чем ты должен идти. У них, у большинства этого нет просто. Получается, участие ради участия? Да. Ну, я, на мой взгляд, вот было бы честнее, если бы госпожа Испаева, допустим, сказала, я первая женщина, которая была тем, что... И на этом сделала бы акцент, на самом деле. Я буду продвигать интересы одиноких матерей, там, многодетных семей. А почему все-таки в платформе она не уделила ни одного слова этому? Ну, она позиционируется как представитель партии Ахжо. Это либеральная партия, они акцент сделали на либеральных ценностях. Но, тем не менее, когда у нее спрашивали о том, почему она решила баллотироваться, она сказала, что я хочу отомстить всем мужчинам, грубо говоря. Да, это, конечно, очень было слабо ее. А здесь, видите, здесь вот как раз еще внутренняя несогласованность внутри партии. То есть, по сути, вот мы сейчас, если видим, когда идет позиционирование кандидатов, скажем, Ахмедбекова как от КНПК и Испаева как от Акжола, они абсолютно не подходят к самим партиям. То есть, они не стыкуются сами личности с самими партиями. И, по сути, вот сейчас преобладает именно такое информационное продвижение идеологем партийных больше, чем самих кандидатов. И поэтому, видимо, у Дании Испаевой есть непонимание того, что просит от нее руководство, и непонимание того, как она должна себя позиционировать как кандидат в президенты. А что бы вы ей посоветовали, да, например, здесь вот в ее платформе, если говорить? Ну, вы бы посоветовали, чтобы на личность на нее шли? Вот выбрали вас консультант. Ну, эти вопросы уже за деньги, поэтому публично я их не буду озвучивать. Хорошо, спасибо. Вы знаете, я тоже самое могу сказать и по отношению к господину Тукаеву. Мне кажется, тоже партия недостаточно хорошо использует его, потому что они делали ставку на социальный. Но Тукаев и социальные проблемы в моем представлении не совсем ассоциируются. Тукаев – это профессиональный дипломат. И как он будет решать социальные проблемы? Мне кажется, больше надо было тогда сделать, говоря о социальных проблемах, сделать акценты на его дипломатических, тем более, да, у нас есть определенные вопросы. Почему? Там же и были... Человек достаточно долгое время занимал пост председателя Сената парламента республики. Да, это как раз таки законодательный орган, который и занимается социальными проблемами. Да, но все-таки, мне кажется, потому что и во внешней политике у нас есть проблемы, да, и которые он мог бы обозначить. И потом, то есть не всегда ставить на первый план социальную проблему. Например, у нас есть определенные взаимовопросы по отношению к Китаю. Тем более, он китаевед. Я думаю, что он мог бы предложить очень хороший, скажем так, механизм решения. Просто есть определенные сомнения у общества, насколько стремительно и сколько тесно мы должны сотрудничать с Китаем. И здесь господин Тукаев мог бы озвучить свою позицию. Второй момент – он дипломат. А мы сейчас очень сильно нуждаемся в выстраивании взаимоотношений между властью и обществом. И как дипломат он мог бы предложить очень хорошие решения в этом вопросе, а не делать акцент на социальной проблеме, когда у меня лично вызывает вопрос, насколько он способен действительно сделать акцент на этом и решить эти проблемы. Не лучше ли построить на своих сильных сторонах? Есть вообще идеальное, так скажем, предвыборное. Никогда нет. Тут бесплатно советуем долго. Никогда нет идеальной. Может быть, какая-то есть методология, грубо говоря. Все-таки, насколько я понимаю сейчас из беседы, то, что в своих платформах они больше идут от своих политических партий. Нежели тогда, когда можно было сакцентироваться на своей персоне. Да, есть программа, но при агитации, при агитационной, можно было сконцентрировать свои личные качества как лидера, потому что мы выбираем лидера. А вообще, скажите, пожалуйста, выбирают личность? Сейчас, да, потому что это президентские выборы. Мы как не хотим. Конечно, платформа очень важна, но и личность важна, потому что мы должны посмотреть, кого мы выбираем. Если бы это были парламентские выборы, это другой момент. И если бы у нас было так, что парламентская форма правления партии выигрывают и лидер становится руководителем, тогда это другой момент. Но когда мы выбираем президента страны, безусловно, нам хочется знать, кого и какого личности, какого политика мы выбираем. И это очень важно. Уважаемые эксперты, мы вернемся буквально через несколько минут. Внимание на экран. Мне понравилось, предложение есть. Какие у вас есть предложения конкретно, да? Так. Я предложил бы каждым кандидатам, когда они все же говорят о коррупции, я начал бы с себя, сказал бы. Это первый. Второе, вот в разделе верховенства закона у господина Тухаева есть такое вот предложение есть. Будет обеспечен равенство сторон обвинений и защита в судебном процессе. Это очень важный момент. Но каким образом можно добиться, это не сказано. А я предложил бы ликвидировать генеральную прокуратуру или объединить с Министерством юстиции. Тогда будут стороны одинаковые. Интересное предложение. Да, Марк Северн, еще дополню. Вы знаете, все-таки все мы говорим об этом, да? Мы говорим, что Евросоюз, Совет Европы, ООН, но они все на первом месте ставят верховенство права. Право и государство, да? Верховенство права, но в которых конституционные права должны быть соблюдены. Вот этот ориентир должен быть у всех. А они уже делятся. Между прочим, международные эксперты позитивно оценивают то, что электоральный период идет. Я сообщаюсь с ними, да? Почему? Потому что плюрализм-то увеличился, больше стала партия. Партия, говорю, общественных объединений, которые участвуют. Ладно, они выражают немножко узкую такую направленность на узкий электорат или на своих изборах, но это же все мнение же, да? Общество определенное. А это уже потом сам избирательный народ определится, за кого голосовать. Поэтому и призывают, то приходите, голосуйте. У меня политическая конкуренция есть. Выберите, что вы хотите, дальше идти. Но то, что мы говорим, конечно, это вот присоединяюсь. И правовое государство, и права человека, это всегда идеал, которому всегда стремятся, хотят больше, больше. Все страны. Все страны, это никаких исключений нет. Поэтому вот то, что мы сейчас обсуждаем, программа как-то так-то, но, повторяю, все они акцентируют внимание на том, на чем они переживают. И по закону сейчас народ пойдет голосовать. Ну вот, если говорить о самих избирателях, есть же какие-то запросы, определенные сигналы в обществе, чего все-таки народ ожидает. То есть чаяния, да? Да, чаяния. Мы все это видим. У Розголея, на ваш взгляд, есть определенные... А второжены ли в каких-то вообще платформах? Определенно, люди ждут поворота лицом государственного аппарата к обществу. То есть люди хотят быть услышанными. Люди хотят, чтобы их интересы учитывались. Люди хотят, чтобы их ожидания доходили до властей региональных, до центральных. Вот именно если бы на этом акценты сделали, скажем, сегодня кандидаты, то при такой очень профессиональном информационном продвижении можно было набрать очень много политических очков. Это раз. И я вот, кстати, здесь можно отметить, это, скажем, не будет какой-либо агитацией, но здесь можно отметить, что Кусанов очень хорошо захватывает такие тезисы, но он ограничивается аудиторией социальных сетей. Аудитория социальных сетей очень маленькая, она преувеличена у нас сегодня. То есть это такое... Переоценена. Переоценена, да. То есть это просто активная часть общества, но не более. А именно регионы, регионы остаются в неведении. То есть, скажем, районы, села, туда вот эта агитация, туда эти сигналы, эти месседжи, не только Кусанова, скажем, Тукаева, Таспихова и всех остальных, Испаева, они туда не доходят. И они с трудом дойдут за тот срок, который им отведен, это раз. Ну, это и есть такой законодательный срок. Ну и, во-вторых, сами большинство кандидатов, они малоизвестны. Сейчас есть такое модное слово, скажем, аглицизм, ноунейм. Это действительно так и есть. И поэтому будет очень тяжело конкурировать, скажем, с более известными, с более раскрученными кандидатами. Но если бы были применены именно, скажем, профессиональные правила, профессиональные методы продвижения политических технологий, то это можно было сделать, это можно сделать даже за короткий срок очень эффективно. Ну вот где-то, я не знаю, уважаемые эксперты, может быть, вы напомните, кто-то из кандидатов предлагал и даже проводить эти выборы Акимов, областных центров, главных городов. Это, кстати, очень хорошее предложение. То есть, если понимаете, вот именно с точки зрения политического развития, если мы будем увеличивать вот эту электоральную практику, будем увеличивать количество избираемых лиц, избираемых должностей, то тогда у нас придет та самая электоральная культура, о которой мы вначале говорили. Тогда у нас наступит та самая политическая конкуренция. Тогда у нас станет больше политических субъектов, партий и всего остального. А общество готово, скажите, пожалуйста? А вот это, знаете, это луковство, когда мы, это манипуляция, скажем, общественным сознанием, это манипуляция тезисами, когда мы пытаемся списать все на общество, что общество не готово к переменам. Никто не списывает. Нет, нет, я в целом. Вы сегодня уже говорили о том, что не хватает сегодня общества электоральной культуры, например. Нет, нет. Это все может быть от того, что мы относительно молодой государственной. Вот вы сейчас просто озвучили тезис, который распространен. Но этот тезис ошибочный, этот тезис манипулятивный. Почему? Потому что общество готово ко всему. Обществу нужно предложить это. Общество ко всему привыкнет, оно это примет. И напротив есть запрос. Есть запрос на политические реформы, на политическое участие, на перемены. Когда у нас объявляются выборы в Маслехат и в парламент, мы же видим низкую явку избирателей. Когда мы сегодня посмотрели Блиц, когда у людей даже на президентские выборы. Потому что нужно позиционировать роль Маслехата в другой абсолютно плоскости. Нужно позиционировать их как эффективных субъектов, которые отражают это мнение. То есть это проблема системы уже? Это проблема политической системы. Это проблема институтов власти. Это проблема даже качества имитации функционирования политической системы. Я сторонник именно той концепции, что именно высокое качество имитации в последующем приводит к более реальным формам. То есть именно к этому, хотя бы как минимум к этому стремиться. А запрос в обществе на это все есть. Мы даже говорили тогда о протестах. Почему протесты происходят? Почему люди выходят и выражают свое недовольство? Потому что у них нет других форм политического участия, форм гражданского участия. Они этого хотят. И поэтому, я вот как в прошлый раз говорил, нужно создавать именно конвенциальные формы. Вот это и будет диалог. То есть именно, скажем, представители власти должны выработать механизмы, по которым они будут общаться со своим населением, со своей конкретной целевой аудиторией на конкретной территории. Когда идет речь о тех же... Можно тоже? Вот институциональные реформы мы сказали, ведь на самом деле он прав. Вот мы сказали, элементарно обратная связь должна быть. Те же общественные советы при министерствах, при этих, и надо поднять на другой уровень. Нет, дело в том, что вот еще один тезис такой. Люди хотят просто лучше жить. Это нормальная потребность, он хочет лучше жить, знать. Но в этом отношении, вот с социальными сетями, я согласен. Это активная часть, которую... Ну что, 5 тысяч человек охватывает у одного фейсбушника, да? И там подписка. Все, у нас 18 миллионов населения, да? А находит ли в какой-нибудь из этих семи платформ, да, человек, такие слова, что он действительно понимает, что он будет лучше жить? Ну да, вот я к чему хочу сказать. Тут важную роль играет. Вот опять же, мы заныкаемся на госканалах, да, Вмитрий. Хабар, Казахстан, 100% охват на государство, на официальном языке, русском языке. Вот, но с моей точки зрения, то, что вот это равенство сейчас соблюдается, предоставление вот эфирного времени, да, потому что вот человек смотрит, да, и говорит, но не минает ватрым, но не институтрым, наукам. То есть ему есть, да, с чем сравнить, кого сравнить, да. И вот это вот надо сейчас в оставшийся период времени так же вот активно, чтобы эти платформы были хотя бы до простого жителя, аула, да, или там селения, вот доведены. Вот тогда вот, мне кажется, еще будет высшая электоральная активность. Я просто хотела здесь высказать позицию, что у нас вот всех в платформах доминирует одна тема, что мы до людей должны донести, да, что мы что-то услышали от них. На самом деле ни в одной программе нету баланса между интересами общества или интересами конкретного человека и государства. Все программы написаны с точки зрения государства, то есть как государство может развиваться, что для этого нужно делать. Но сами интересы человека, они абсолютно отсутствуют. В одной программе партии, я не буду говорить про какую, там четко написано, что вот приходите, у нас есть общественные там советы, да, приходите и говорите там, мы вас запишем. Получается, опять же, старая программа, то есть элита сверху, общество снизу, они должны только до них говорить, а элита принимать решения. Мне кажется, мы сейчас должны поменяться, чтобы наше общество могло показать, какое оно другое. Томана, ну все-таки, ну а как же. Они должны стать равными. Ну а как же, вот, например, платформа одного из кандидатов, о котором вы говорите, там же и ставится вопрос, люди, приходите, и ваши обращения будут выработаны. Если вы не будете участвовать в процессе принятия решений, вы просто нам скажите, а мы за вас примем решение. Но это уже хорошо на самом деле. Нет, это существует всегда. Это диалог власти. Это существовало всегда. Это существовало всегда. Мы всегда писали жалобы, мы всегда пишем письма, мы пишем петиции. А нужно как? А нужно, чтобы общество вместе принимало решение. Да? Не так, что вы мне напишите ваши советы, а я сама решу. А как же общественные советы, которые действуют, есть, и которые, ну, тем не менее. Ну, там решение-то уже принято. Можно я вот здесь добавлю? Вот, кстати, вот то, что вы говорите, есть прописано в программе Токаева, да? Но пока непонятно, нет механизмов. То есть он говорит, все решения, если это идет от его лица, будут приниматься с учетом после опроса общественного мнения, а важный, стратегический, посредством референдума. Вот пусть это сейчас есть, а после, скажем, года или двух мы замерим, насколько именно этот пункт был реализован. Вот это очень важно. Я про этот пункт и говорила, что, опять же, только спросим ваше мнение, но решение мы примем сами. Ну, не так, что давайте вместе примем решение. Но я здесь все-таки соглашусь, что, по крайней мере, если будет практика референдума, нет, я категорически против, то есть мы радуемся каждой мелочи, хотя это должно быть нормальным явлением. А референдум, кстати, не ладует. Естественно, по поводу коррупции, о которой вы говорите, у нас лично политические лозунги, да? Хотя можно элементарно начать с реформирования бухгалтерских документов. Вы знаете, наши бухгалтерские документы, это просто кошмар. Пишут, проведение мероприятий, миллион тенге истратили. А на что истратили? Это что за бухгалтерские документы? И это пропускает наши налоговые, это пропускает все наши законы. На самом деле это должно быть прозрачно, то есть детализировано. Откуда этот миллион? Тогда никто не будет покупать какие-то инструменты за миллион тенге, да? То есть элементарно начать с прозрачных, четких и ясных бухгалтерских документов. Давайте приведем в порядок. То есть нет прозрачности на сегодняшний день? Абсолютно нет. И тогда я думаю, что дальнейшие вопросы решатся уже дальше. Но первый вопрос начнем-то давать из бухгалтерских документов. Не надо писать проведение питания и там миллион тенге. Кто там питался? За что там питался? За чего мы их питали? Вообще ничего не понятно. Если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, к сожалению, время нашей программы уже потихоньку подходит к концу. Скажите, на ваш взгляд, отражены ли чаяния и ожидания электората, общества, людей, нас с вами в этих семи платформах? Я думаю, что разные, может быть не все, но разные социальные группы могут найти свои проблемы в них, в этих платформах. Да, они отражены. Но опять же, я говорю, вот этот дисбаланс, он существует. То есть опять нас людей поставили с того, что вы нам скажите что, а решение мы сами за вас будем принимать. Вот этот принцип мне не нравится. Поэтому я считаю, что да, они отражены частично, но решение проблемы не показано. Андрей, вы как считаете? Сколько людей, столько и мнений. У нас избиратель неоднородный. Кто-то хочет стабильности, поэтому пойдет голосовать за действующего президента. Кто-то хочет политических перемен, может пойти проголосовать за Мержана Касанова. Кто-то хочет усиление своей социальной защиты, пойдет может за коммуниста, либо за Таспихова проголосует. Поэтому трудно сказать. Но, как мне кажется, у нас все-таки значительная часть общества, она так или иначе ориентируется на государство. У нас может человек ругать Акима, но идет решать свой вопрос тот же Акимат. Он будет ругать министра образования, но пойдет в департаменты или управление районного образования решать свой вопрос. И поэтому, конечно, здесь мы видим, что победит тот, кто реально предложит конкретную повестку общения с государством. Пока никто не может четко предложить, но только у действующего президента что-то есть, но, опять же, надо расшифровывать. Ирак Касымович, очень важно ваше мнение на сегодня. Не зря вы поднимали вопрос. Персон, на мой взгляд, все-таки, обсуждая здесь, люди все-таки больше будут отдавать свои симпатии тому или иному из Персон. Спасибо. Морозович. Я умышленно не называл ни политические партии, ни общественные объединения, ни персоналии, да? Я просто как смотрю, что есть для каждого человека, простого человека, он посмотрит то, что ему в этом устраивает, он будет за это голосовать. Это называется... Но есть в этих платформах то, что он найдет. То, что он найдет. Есть? Поэтому хочет за гражданские права, хочет за политические, хочет за социальные, экономические, культурные, он выберет. Но то, что политический пульверизм, многообразие мнений присутствует, это надо признать, и об этом нужно говорить. Поэтому выборы пройдут очень интересные. Надо сказать, чтобы наоборот, наоборот, население приходило, голосовало на этих выборах, выраживало свой голос, свою позицию под самым будущим. Это же все-таки на пять лет вперед, правильно же, да? Должны мы. Спасибо. Разгали. Ну, я вернусь к своему первому тезису. Я хочу сказать, что люди программы не читают, люди программы не изучают. То есть искать там свои предпочтения они не будут. Это раз. Второе. Все-таки, несмотря на то, что вот та, скажем, предвыборная постановка, которая сейчас есть, те участники, которые там есть, большинство из них статисты, которые создают общий фонд. Это одно. Но основная борьба, скажем, условно борьба, борьба именно голосования с точки зрения людей пройдет вот по той линии, по основной линии. С одной стороны, голосование за стабильность, а с другой – запрос на перемены. То есть это, возможно, даже предложение каких-то нечетко оформленных перемен, не концептуально оформленных перемен, но люди хотят перемен. И вот этот запрос должны почувствовать все кандидаты без исключения. Этот запрос должна почувствовать действующая власть. И самое главное, я пока вижу только единственное преимущество в целом президентской избирательной кампании в том, что это шанс актуализировать системные проблемы, которые сегодня есть в обществе. Важно их поднять на повестку, важно, чтобы они были, чтобы о них говорили, и это первый шаг к их решению. И хочется верить, что это, скажем, будет такой последней президентской кампанией, когда уровень политической конкуренции крайне низок. И будем надеяться, что следующие электоральные циклы, благодаря проведенным реальным реформам, вот именно будут пронизаны реальной борьбой за власть, борьбой за голоса избирателей. Большое спасибо, Ураз Гали, большое спасибо хочется сказать всем нашим сегодняшним экспертам, которые нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Ну, совсем немного остается до дня, когда каждый из нас должен сделать тот самый верный выбор, чтобы не ошибиться и проголосовать за уверенность в будущем. От того, кто встанет в роли от страны популиста, умеющий только говорить, или настоящий сильный управленец, не понаслышке знакомый с тем, как работает госаппарат, и свободный от коррупционных каких-то искушений, это самое будущее и зависит. И только от нас зависит, не утонет ли наша страна в мздоимстве, не столкнется ли со сложностями на мировой арене, и будем ли мы, в конце концов, просто хорошо жить. Итак, ваш выбор, господа. Это была «Большая неделя», увидимся ровно через 7 дней.